В 2019 году в Германии произошло такое нашумевшее событие, когда немецкие власти на нескольких землях провели контртеррористические, контрэкстремистские какие-то мероприятия, и заголовки тогда пестрили, что задержаны чеченские исламисты, чеченские исламисты, все Евро-Ньюс, всевозможные, особенно российские издания говорили о каких-то чеченских исламистах. Тогда я сделал интервью с одним из действующих лиц, так сказать, с чеченским исламистом, человеком, который был в этом обвинен. Его зовут Зелимхан Байсангур, вы можете посмотреть это наше интервью, ссылка появится где-то вот здесь. И тогда Зелима и еще ряд лиц, человек пять, по-моему, их задержали, у них были проведены обыски, были проведены обыски у их родственников, но все закончилось тем, что и Зелима, и остальных обвиняемых сразу же отпустили, им не было предъявлено никакого обвинения, у них не было изъято ничего запретного, их просто отпустили. На этом эта история, собственно, и закончилась. Но никакого опровержения этим заголовком, ничего подобного мы, конечно же, не увидели, мы не увидели никаких извинений со стороны немецких властей. И вот сейчас прошло уже более двух лет. Дело, насколько я понимаю, не закрыто, и поэтому я решил сегодня спросить у самого Зелимхана, на какой вообще стадии сейчас находится этот процесс, что там произошло. Я попрошу тебя говорить чуть-чуть громче, чтобы было хорошо слышно. Давай начнем немножко с предыстории. Я, в принципе, уже рассказал, что вы были задержаны, затем вы все были отпущены. Расскажи, после этого, в течение двух этих лет, что вообще происходило? Были ли какие-то процессы, допросы? Был ли у вас суд? На какой стадии сейчас находится это обвинение? Ну, как я знаю, сейчас, ну, со словом облаката, они сейчас говорят, что пока идет следствие уже два года, и конкретное решение, что там, чтобы конкретно, чтобы доказать, что люди, чтобы начать это было свидетельство, и не трудно разбираться, чтобы были. Такого еще нечего, которого не было. Мы просто ждем, я думаю, как там запросы делают, в оперативе, ну, что там, как там. Мы просто отвечаем, что пока идет следствие, и не хочет ничего такого. А вот с того момента, как вас задержали и отпустили, какие-либо процессуальные действия происходили, вот, то есть, тебя допрашивали в рамках этого дела следовать, или больше после этого? А ты можешь немножко рассказать о подробности, вот, и с материалами дела ты ознакомился? Ну, есть в этом что-то, что справедливо вам, допустим, предъявлено вообще? Какая оценка? Ну, они там изначально пишут, что в то время, когда мы в Косомодоле проезжали, там полицейские, которые там стояли, они сделали, они подали это заименение, что касаются, что готовятся, там, подключены на голову, и после этого они, вот, как они там материалы дела рассказывают, они подали воздействию эту машину, потом утром нашли ее, и все, после этого, как обычно, потом ее рассказывали ранее, там, забавили на телефон, и то, что они там нашли, это единственное, это видео. Вот ссылаясь на это видео, они все это делали вот так, и описывают, что они как там пишут, якобы из-за этого, из-за того, что они там вмешались, в этот день нас забрали, то есть, они, типа, предотвали, предотвали момент насилия. А само вот это, само вот этот процесс, который сейчас идет, там, ну, что, как они там следили, что они, как прослушивали, что, ну, то, что им показалось, Зелин, подожди-ка минуту, у нас, у нас в чате пишут, что тебя не слышно, напишите его, вообще не слышно, или плохо слышно? Лучший звук стал, погромче, а, все, понял, его слышно, просто нужно сделать чуть-чуть громче, хорошо. Вас обвиняли в том, что вы собирались, якобы, совершить нападение на синагогу или синагоги в Германии. Из тех материалов, которые ты увидел, там, вот помимо того случая, что вы ехали и снимали, ну, случайно, ты снял на камеру эту синагогу, помимо этого случая, в этих материалах есть что-то, что могло бы быть воспринято с вашей стороны, как подозрительные действия? Может быть, вы часто собирались вокруг какой-то синагоги или что-нибудь было там? Нет, вот единственное, за чего они цепляются, это вот эта видеосъемка, которую я снимал. А так, есть, конечно, моменты такие, типа, мы думаем, что он хотел сделать так, всяк, вот это, например, одно такое, такое, там, я, короче, телефон я купил, один телефон я купил, но это было уже после того, как они нас забрали, я себе телефон купил новый, этот мне не понравился, этот телефон, я через два дня его продал и другой сразу купил. В этот момент они за мной следили, оказывается, они там пишут, что я специально меняю телефон, для того, чтобы они не смогли меня послушать и понять, что я пытаюсь сделать. Типа, я вот так делаю специально, свои догадки они там пишут. Если я куда-то поеду, например, они говорят, что мы думаем, что он поехал туда, забрать какое-то оружие или там, похоронить, ну, захоронить какое-то оружие, вот такие вещи они там пишут. А конкретно, что вот так, фактов у них никаких нет. А я имею в виду, вот причиной, чтобы вас подозревать в том, что ты, что вы собираетесь напасть, вот причина, кроме этой съемки синагоги, еще что-то там есть? Нет, вообще ничего нет. Получается, вы просто, ты, точнее, случайно заснял на камеру синагогу, с этот момент они посчитали подозрительным, и с этого момента они начинают дальше уже за вами следить, устроить вот это вот, это все обвинение. Да, вот в сентябре 19-го года они нас забрали, на второй день после этой съемки было. Потом они забрали, ну, это посмотрели вот эти телефоны наши, и получается уже в январе, через почти полгода получается, они вот в квартире залетели, и там еще раз у нас телефоны забрали. И все, с тех пор тишина, никакого допроса, ничего. Просто так ждем, и не закрывают они это дело, и до суда тоже не доводят. Просто на возбужденный вид. А вот помимо тебя в этом деле еще пять человек, по-моему, да? Да, да. А это только в отношении тебя больше не было никаких допросов, или их тоже больше не допрашивали, никаких действий не проводили? Одному, как я знаю, они там сделали решение, что было незаконно, то, что к нему они залетели, то, что именно вот этот обыск, что они у него сделали, то есть, то есть прокуратура там дает же разрешение, там, ордер на обыск. Вот этот, то есть этот обыск был вынесен незаконно. Вот этот они сделали, и все, больше ничего не было. Никого не оправдали и не обвиняли. Но из этого дела, в качестве, не знаю, подозреваемого, он не исключен? Нет, конечно, исключен. Хорошо. Теперь я хочу понять. Два года следствие, оно, ну, даже по самым таким громким делам, очень сложным делам, даже по убийству Хангашвили, дело идет гораздо меньше, чем два года. Вот на протяжении двух лет они должны были уже давно это дело либо передать в суд, либо его закрыть. Есть ли какие-то действия твоего адвоката? Он задает им эти вопросы. Как они отвечают на этот вопрос? Что они вообще собираются делать? Передавать это дело в суд или все-таки закрывать? Какие-то есть прогнозы по этому поводу? Нет, вообще никаких прогнозов там нет. Вот много раз она запрашивала на адвокат и требовала, чтобы телефон вернули, требовала, чтобы они или закрыли, или до суда довели это дело. Но они говорят, нет, у нас идет следствие, и мы сейчас не можем вам ничего сказать. Вот так это следствие. А когда я спросил адвоката, там какой-то срок есть, это следствие, и чтобы оно ограничено, чтобы когда... Она говорит, без ограничения, там, здесь такое законие, что они могут и 10 лет возбудить дело, и 10 лет там ждать и говорить, что нет, у нас следствие пока продолжается. Но всякие, какие-то они, вот эти базы, я не знаю, у них полицейские, они меня закинули как угроза государству. То есть если меня тормозят там на улице, если пробивают, все, там подкрепление подзывают, там шмоняют полностью, это все есть. Как раз я хотел вот этот следующий, и мой вопрос был по этому поводу. Есть ли какие-то ограничительные меры? Допустим, ты живешь так же, как ты жил до этого, или может быть тебе ограничили там возможность выезда? Я знаю, что ты имеешь статус беженца в Германии. То есть у тебя есть какие-то ограничения по твоим правам? Таких нет, чтобы там меня не пускали, как он есть. Если вот были случаи за эти два года, когда я за пределы на Европу вылетал, и меня на самолет не запустили. Меня просто запустили на этот самолет и сказали, что сначала должны попросить разрешение у прокуратуры. Я потом подождал, пока они там попросят у него разрешение. Тот разрешил походу, и на этот самолет я опоздал, они просто на следующий самолет сами мне электрокупили. Такие есть, такие опасаются. Такие моменты бывают, когда на улице останавливаются, когда узбок побивают. А чтобы так... Даже случаи были, когда это в Австрии, полгода или год назад, я не помню, в фермеристическом, по мидным, один стрелял, ночью вышел. Вене, по-моему, было. Сейчас недавно. Да, 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 я помню. Это действие, когда уже там шло, в Вене, я, нахожаясь здесь, в Берлине, они в 3 часа ночи, я спал, они позвонили, сюда приехали, менты, и проверяли, дома я или нет. Когда я спросил, в чем дело, они говорят, типа, там, суета идет, и мы просто пришли проверить, ты дома я находил. То есть ты внесен у них, получается, в какую-то базу данных, лиц склонных, так скажем, к каким-то террористическим действиям, или каким-то бандитским, ну, в общем, ты в зоне риска находишься. И все это происходит только лишь на основании того, что ты ехал по дороге, снимал на камеру окружающие, как бы, улицы, и случайно в твой кадр попалась, 20-го года. Ну, вот именно это, больше ничего не знаю. Там, если бы хотя бы малейшие, хотя бы там есть, но они, я думаю, что они 100% знают, потому что 2 года, если следить за человеком, они даже камеру установили, в моем подъезде, там, в деле тоже спрашивают, что там камеру установили, куда я пошел, куда я пошел, и все-все, они там пишут, что я тоже удивлюсь, и все-таки так можно следить. За эти 2 года любой человек, если у него какие-то мысли какие-то есть, это по-любому выявится. А у них нет вот на счет. Если бы вы были, они бы задержали под арестом. Так сделали бы. Если бы опасались, они знают, что с моей стороны никакой угрозы нет. А когда, когда вот в начале вас задерживали, у вас, по-моему, изъяли телефоны, если я не ошибаюсь, эти телефоны вам вернули? И первый раз, который забрали, и второй раз, который забрали. То есть, эти телефоны до сих пор в рамках расследования находятся у них рука? Да. А вот в этих материалах, которые ты получил, копию, там есть какая-то информация, что они обнаружили, допустим, в твоем телефоне, какие-то экстремистские материалы, что ты там планировал, может быть, что-то такое проходит? Вот кроме этого видео, ничего не там. Там они даже пишут, что когда они вломились в квартиру после обыска, никакие записи, никаких планов, ничего подозреваемого, что они не нашли. Вот так у них акты заканчиваются, эту работу, которую они делали. Единственное, у них там что было, но они потом уже узнали, и тоже это там они пишут, что у меня там фотографии были, это давные фотографии, где-то где, ну, там в Грозном, в страйкболе, там клуб какой-то, там я играл, и у меня там были фотографии, и они эти фотографии тоже доложили, сказали, что это настоящее оружие, и что якобы я где-то здесь это тренировался. По поводу... действительно, что это не было так, и что это было действительно это игрушки, короче, ничего опасного нет. А вот в твоем деле миграционном, то есть то, что тебе предоставлено, убежище, по этому вопросу какие-то проблемы у тебя были, может быть, они попытались лишить тебя этого убежища, что-то такое было? Да, там тоже, ну, здесь, миграционная служба тоже меня, ну, в этот период это было, они меня тоже вызывали, этот процесс, они как, со слова моего адвоката, они начали этот процесс, думая, что действительно, что я где-то замешан, чтобы отобрать, параллельно, там посадить меня, параллельно отобрать эту вещь, и вот так они, и у них это, короче, не получилось, потому что никаких доказательств нет, не было так. Но там были моменты, что они пытались, короче. Но этот процесс ты выиграл, этот процесс даже не начался, они попытались, все сразу задние включения. Какие у вас, я имею в виду, у тебя и у адвоката, может быть, у остальных, которые занимаются, какие у вас дальнейшие планы, и вообще, какие действия? Вы сейчас просто вынуждены ждать, пока они доведут это дело до какого-то логического конца, либо в суд, либо прекратят, либо вы параллельно предпринимаете какие-то действия, может быть, вы подали там встречный иск, или что сейчас происходит? А то, как подавала вот этот их суд, здесь, Велинский суд, она подавала, что то, что они сделали, это было незаконно, по отношению ко мне. То есть, то, что они забрали у меня телефон, и во второй раз, что они ко мне с обыском пришли, вот это, вот эта жалоба была, но суд сделал решение, что это не было незаконным, что это было все законно, так как, и они все это описывают, так как я поехал, там рядом с синагогой, там снимал ее, и что есть опасность, что я тут, план-план там делал, и они там вижу, что они три дороги там определяют, через навигатор показывают три дороги к этой мечети, к которой мы ехали, и они говорят, почему они выбрали там именно эту дорогу, вот это нас там вводит сомнение, короче, из-за этого там мы были, ну, они были уничтожены, там обыск все эти телефоны, туда. А вот твое ощущение, они реально думают, что вы собирались что-то напасть, там на эту синагогу, или это все-таки какая-то игра для чего-то, для опорочивания чеченцев, для того, чтобы выдать вот все-таки нас, твое мнение, они реально думают, что вы пытались, пытались напасть. Ну, первый раз, когда они нас забирали, там я, да, я думаю, что действительно они вот подумали, потому что они там описывают, борогатые люди там поезжали, снимали, и на второй день, на утро же, они сразу там, сразу это действие сделали. И там, когда телевон нас забрали, когда они увидели вот это видео, они сразу там друг друга посмотрели, и говорят, все что ли, вот такая реакция у меня была. все что ли, больше ничего нету? Я говорю, нету, короче. И все, они там, и поняли, что там, никакого там этого не было. А вот когда во второй раз они когда залетали, уже с журналистами, уже с камерой, там, давайте его сюда приводить, и там, сюда сажать, где там, как будто фильм снимают, туда-сюда, и телепортеры тоже бегают. Вот тогда я уже понял, что это то ли опорочит, я не знаю, то ли какой-то, коварный план у них в этом деле был. Но сто процентов они знают, что ничего, то, что они там пишут, что рядом даже нету, что синагогу хотим напасть там, они это знают сто процентов. У тебя есть связь, ты общаешься с другими остальными фигурантами, подозреваемыми? Да, у них тоже нет никаких новостей, то есть их тоже, ну, помимо того, что ты сказал, что одному было признано, что они незаконно провели обыск, помимо этого, у них тоже нет никаких новостей. Нет. Вообще, как это началось, так и стоит. Как вы считаете, вот два года прошло, сколько еще нужно будет ждать, чтобы получить, ну, чтобы это дело было доведено до какого-то логического конца? То есть, сколько есть ли какой-то прогноз от адвоката, допустим, сколько нужно будет еще ждать? Ну, адвокат говорит, что они там тоже ссылаются, типа, коронавирус, там, все такое, там, сейчас, замедлилось, это дело так, ограничение, все такое, чтобы там все это делать. Адвокат на это тоже ссылается, но она каждый раз не говорит максимум полгода, и сейчас вот так четыре раза получается, два года прошло. Она тоже, походу, не знает, может быть, может быть, поскольку дело было очень громкое, оно освещалось во всех СМИ, европейских, особенно русскоязычных, и освещалось с подачи, что это вот исламские, чеченские исламисты, ты в данном случае чеченский исламист, один из тех самых чеченских исламистов, и поскольку это настолько громкое дело, и опровержения этому никакого не было, может быть, есть смысл проговорить это в том числе и с адвокатами, провести какую-то пресс-конференцию с теми же самыми журналистами, показать эти материалы уголовного дела, показать абсурдность этих обвинений, и пора как-то через СМИ, через общественное мнение начать давить правоохранительные органы Германии, чтобы они все-таки, во-первых, прекратили незаконное преследование, во-вторых, чтобы они все-таки это имя, которое они, этот ярлык, который они повесили на вас, в вашем лице, и на, в целом, на чеченцев, потому что мы так это воспринимаем, когда видим сочетание слов чеченские исламисты, и чеченский исламизм, мы понимаем, что это бред. Может быть, стоит, как-то посоветоваться и провести подобные мероприятия, как пресс-конференцию, какую-то там, мирную акцию, протесты и так далее? Можно постараться, но я думаю, один раз, пару раз можно сказать, я постарался это сделать, я там тоже выходил из-за местного журналистов разными каналами, я не буду называть какой именно канал, но один мне вот так ответил, что им неинтересно делать репортаж, что чеченцы не террористы, нам интереснее делать репортаж, что чеченцы террористы, вот так он мне ответит напрямую, то есть, он говорит, мне неинтересно говорить там, что чеченцы не террористы, но они им, типа, выгоднее говорить, что да, они террористы, из-за этого, ну там, походу, не знаю, больше, походу, там, публика больше. Я, в принципе, понимаю, что заголовок чеченский-исламисты, он более громкий, конечно, его хочется читать, сразу же хочется на него кликнуть, но я думаю, не менее громким был бы заголовок, что правоохранительные органы Германии фабрикуют уголовные дела просто так и вешают ярлыки чеченских исламистов на людей, которые не сделали ничего плохого и потом два года не могут признать, что они незаконно преследуют людей. Уже давно можно было бы это признать, извиниться, дать какое-то сообщение на своем официальном сайте, чтобы эту страницу закрыть. Ладно, я благодарю тебя, Зелем, за это интервью, мы будем следить за этой ситуацией, будем пристально наблюдать. Я надеюсь, что немецкие правоохранительные органы в конечном итоге все-таки признают, что это дело было сфабрикованным, и все обвинения с вас будут сняты, и с различных баз данных тебя тоже исключат. Маха, конечно, маловероятно, но будем на это надеяться. Маха, конечно, маловероятно. Спасибо. Продолжение следует...